Белгород-Днестровский один из древнейших городов Украины. Вызывает чувство гордости у горожан и восхищение у гостей и туристов. Его история богата периодами расцвета и упадка. 18 мая, Международный день музея, в выставочном зале, а керманцы могли увидеть, чем жил этот город ранее. Тут были представлены фотографии и экспонаты, которые, по словам Татьяны Белой, долгое время не видели свет. Рассказала она и о купце, ранее жившем в здании, где сейчас находится музей. Мы сегодня очень занимательно пройдемся. Вот я не зря сказала, что нам нужно посмотреть просто три интересные фотографии. Фемилизии, я сказала, дома и пароходы. И действительно, на Вакермане между Одессой, между Акерманом и Авидиополем ходил теплоход, пароходик, пароходик Марии. Он возил туда-сюда, как у нас на подводных крыльях есть. А Вакерман из Акермана в Одессу ходило еще два парохода. Один назывался Василий, принадлежал Одесской компании пароходной, а второй назывался Тургей. Но между этими двумя пароходами была яркая такая конкуренция. После путешествия по страницам истории города в зале зазвучала скрипка и гитара. Сотрудники Краеведческого музея работают ежедневно, организовывают выставки и экскурсии по городу. Как хранители истории и культуры они заслуживают самых искренних и теплых пожеланий. Их пришли поздравить гости и представителей власти. Вручили грамоту. Действительно, у нас город очень уникальный и прекрасный. И, наверное, такого города в Украине, как у нас нет. Вот, с такой историей богатой. Но самое богатое и самое лучшее, что у нас есть, это наши жители нашего города, это керманцы. И у нас среди них есть особая каста. Это люди, работники музея и искусства. Я вам хочу сказать, что эти люди, они очень умные, грамотные, очень много знают. Они интересные собеседники. Я хочу присоединиться, конечно же, к поздравлениям и сказать спасибо за понимание депутатскому корпусу, представителям которого у нас сегодня присутствуют, и благодаря которому были на последней сессии добавлены деньги для того, чтобы немножечко дифференцировать работу специалистов. И уже в мае у нас наши научные сотрудники получат немножечко больше зарплату, благодаря тому, что мы смогли сделать это, и премию к дню музеев. Героев праздника, хранителей истории не только Белгороднестровского, но и края поздравил и депутат Одесского областного совета Виктор Андреенков. Я, Павел, я в вашем лице хочу поздравить всех сотрудников музея и вообще музея всего мира с таким международным праздником. Спасибо. Спасибо вам большое. Хочу вас благодарить за то, что однажды у нас был и совместный проект, дали возможность узнать, есть такие моменты в жизни, но о них нигде там, никому не похвалишься, вроде бы такая мелочь, но внутри оно дороже, намного дороже разных других событий в жизни, о которых можно сказать или о которых можно увидеть. Вот Яна Павловна предоставила возможность, там совместно мы обустроили небольшую экспозицию в музее и оставил такой след. Спасибо, что бережете историю нашего уникального, единственного, самого лучшего в мире города. Спасибо. Спасибо. Продолжился праздник уже во дворе Краеведческого музея. Под звуки саксофона и скрипки германцы знакомились с представленными экспонатами, рассматривали картины и, конечно же, говорили об истории неповторимого и уникального белого города на Днестре.